Да, друзья, мы с Глайдом. И в прошлый раз он тоже был на этом чемпионате России. Комментирует StarCraft. Зачем тебе это нужно? Да я пытаюсь, ну, во-первых, на жизнь заработать, ну, хотя бы что-то поесть. Во-вторых, ну, во-вторых, зачем мне это нужно? Пока мы это делаем с тобой, эта игра еще живет. И пока мы будем это делать, я надеюсь, она будет еще как-то жить. Поэтому делаем мы здравое дело. Ну, ты смотрел интервью с Милки Као? Я вот посмотрел, точнее, ну, не со стороны, а когда во время интервью. И я думаю, не загубили ли мы лучшие годы человек? Да нет, он... StarCraft, он, понимаешь, он собирает мысли в кулак. И, возможно, вот такие интервью давая, он расслабляется после того, как StarCraft заставил его понервничать. Поэтому я считаю, что это нормально абсолютно. Пускай развлекается, господи, он еще молодой. Я-то не против, пусть развлекается. Ну, ладно, посмотришь, увидишь. Может быть, я передумываю. Ну, каково это, комментировать, чем финал чемпионата России? Ты в StarCraft вроде, там, третий мастер сказал, да? Ну, более-менее разбираешься, насколько я понимаю. Ну, более-менее. Ну, чат всегда лучше разбирается. Ты же сам прекрасно понимаешь, что профессионалы сидят в чате, а не за микрофоном. Поэтому тут вообще... Ты умеешь, как настроить против себя зрителя. Здрасте, уважаемые эксперты диванные. Мы здесь, а вы там. Каково это, да? Продолжай, продолжай. Что с лицом хейтера? Ну, слушай, разбираться... Во-первых, ты не просто же должен разбираться в StarCraft, да? Чтобы... Ты должен помочь человеку получить удовольствие от того, что он смотрит. Ты должен вместе с ним на его диване, грубо говоря, пережить эту игру. Поэтому не только ты должен давать железную аналитику, были отменены гриды, потому что была атака. Ты же не только должен так говорить, ты же должен давать эмоции, чтобы человеку было комфортнее. И ему было на ком высвободить свою злость, потому что, как говорил один мудрый человек, многие смотрят какой-то спорт под комментарии, потому что они любят ощущать себя умнее, чем человек за микрофоном. Ну, по той же логике надо вообще-то пользователю свободу давать. И вот они разбираются лучше и разбираются в игре. Чего, не надо на них агриться так? Да нет, слушай, я не об этом. Я, например, о том, что в спорте есть хорошая функция. Я не говорю, что она нужна в киберспорте, но в номерспорте, ты можешь слышать, есть такая тема, как интершум. Если, допустим, тебе не очень нравится комментатор, то можно было бы включить интершум какой-то, ну, там, звук зрителей, какой-то зал, например, и смотреть под него. Я считаю, что в киберспорте тоже может это работать. Почему нет? Ну, проводили такие. Ну, на самом деле, да, может и сработать, потому что в нашем случае интершумом может являться какой-нибудь корейский комментатор или китайский комментатор, то, что заполняет. Но там не совсем интершум. Там даже они, ты не понимаешь язык, но понимаешь эмоции в любом случае. На Гудгейме есть один комментатор Старкрафта, который заполняет своим комментарием интершум. Если вы понимаете, о чем я говорю. Он накладывает все комментарии сверху на корейский интершум, как ты сказал. Да. Еще часть аудитории сейчас такие, а кто это вообще такой? Ребята, это Glide. Астрим. Прекрасно. Хорошо. Как тебе удается, ну, чемпионат России, один чемпионат России, второй, что ты делаешь между? Между у нас еще ВКСЛы, Всероссийский Кубок Студентов, да, по-моему. Там тоже Старкрафтеры играют. Студенческая лига, да. Другие проекты, и для ФКС России, и для других ФКС, и свои проекты. И, да, мы на наши каналы, ну, мы берем Европу, конечно же, там, ESL Masters, мы официальные кастеры. Мы официальные кастеры Home Story Cup по Старкрафту, мы официальные кастеры King of Battles по Старкрафту. Мы официальные кастеры, я любой турнир могу назвать практически, и мы будем его стримить. Мы проводим своего царя горы, вот там молодой человек, которого ты интервьюировал недавно, забрал у нас почти 16 тысяч рублей за один день. Мы тогда не кушали примерно неделю, но что поделать. Разные шоу-матчи заполняем. Сегодня вот мы здесь, а у нас на каналах будет финальный день ESL Masters Европы. Вот. А вы на Good Game стримите вот хотя бы? У нас идет поток на Good Game, но почему-то у нас... Ребята, что происходит вообще? Где? Я не вижу этого. Вы хотя бы там забегите, чтобы трансляция поднялась. Это не дело. Да, он называется 3D-клан канал, как ни странно. Да, 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 это мы. Вот. И у нас почему-то, у нас иногда приходит донат, кстати, на Good Game. Мы почти накопили тысячи рублей, и скоро мы выведем их, наверное. Вот. Если комиссия не поднимется еще, то мы, наверное, их выведем. Вот. Вот. Но на самом деле на Good Game, я понимаю, что мы с тобой в прошлом году говорили. Я бы с удовольствием был рад, если бы, допустим, даже если бы мне сказали, все, Глайд, у тебя не будет Ютуба, вот, допустим... Мы не в силах такое сделать. Нет, я... да, вы... не тебя... Но есть, но есть люди, которые могут... Вот. Но, допустим, вот у нас идет стрим на Good Game, на Ютуб и на Твич. На Твиче и на Ютубе примерно одинаковое количество людей. То есть, в принципе, это не секретные цифры. Мы стримим где-то на два плеера, в среднем у нас там 600-700 человек набирается. А на Good Game человек 10 в этот момент смотрит. И вот если бы мне сказали, что, чувак, давай, у тебя будет... не будет Ютуба, но у тебя будет столько же зрителей на Good Game. Да, ради бога, потому что я был бы уверен, по крайней мере, в том, что, ну, на Good Game сидеть иногда бывает удобнее. Хотя Ютуб это с любой... с любой микроволновки можно его, типа, запустить и посмотреть. Но я бы с удовольствием обменял бы, типа, зрителей на Ютубе и на Good Game. Но я, Майкер, не знаю, как мне сейчас привлечь зрителей на канал на Good Game. Я вот жалуюсь. Ну, я могу дать пару советов, потому что у меня тоже Ютуб работает постоянно. Раньше работал Твитч, но мы его отключили, он не очень хороший. Вот. Просто больше общения в чатике с товарищами, которые на сайте, на ГГ. Не пишут. Типа... Не, на самом деле, по сравнению с тем же самым Ютубом, у нас удобнее чатик. Там удобнее общаться, там больше смайликов, театральный режим, функции чисто стримерской платформы есть. Ну, просто есть пользовательский опыт, и если человек привык потреблять контент на том же самом Ютубе, очень сложно его перетащить. Как правило, на Твитч или любую другую специализированную платформу пользователи переходят, которые уже, типа, ну, более опытные, так скажем, у которых уже повышено требование, что ему недостаточно, там, чатика с базовым функционалом и плеера, чтобы работал, а чтобы тебе, там, подписка какой-нибудь, там, или быстрые диалоги в чатике, или смайлики, или, там, интерактив какой-то, типа, голосование, челленджи и так далее. Ну, то есть, да, это процесс такой, но можем только попросить товарищей смотреть на ГГ. Смотрите на ГГ, алло, не будьте нубасами. Так, окей, турниры, турниры, турниры. Проводите я тоже не вижу, к сожалению. Ну, нет, 3D-клан какие-то турниры проводили у нас на платформе. Может, вспомнишь какие-то? Мы проводили некоторые свои турниры, потому что мы сеткой пользовались. Вот, мы пользовались сеткой, и если мы, допустим, ну, мы считаем, что наших денег, которые мы хотим в кино-турнир, недостаточно, то вот Астрокап, вот вчера, помнишь, Энигма говорила, например, это проводим мы, а почему мы проводим на ГГ, во-первых, сетка, а во-вторых, ну, тысячу, две, три могут накинуть сверху. Вот, и, кстати, одна из причин, почему бы я хотел, чтобы ГГ пошел, потому что кажется, что скоро на ГГ можно будет вот так напрячься и силой мысли сдонатить на канал, потому что даже это проще, чем на Донейшн Алёртс, на самом деле, сдонатить на ГГ, но мы почти набрали тысячу, если вы хотите помочь достичь этой цели, чтобы мы вывели тысячу рублей, то, пожалуйста. Короче, донат удобно, да? Мы еще комиссию сейчас выкладываем, типа, чтобы, как на Донейшн Алёртс, пользователь по своему выбору мог покрыть комиссию сверху. А еще хотим в рамках эксперимента сделать вывод чаще, типа, там, либо бессрочно вообще, чтобы в любой момент заявку делаешь, деньги приходят, ну, или чтобы не надо было месяц ждать. Ну, это ладно, это на МКЛ, мы лучше поговорим. Спасибо за хорошие идеи по поводу сайта и турниров. Окей. Что ты, может, хочешь еще сказать, рассказать? О планах? О... О планах? О планах... О планах... Первый план — это не волноваться за следующий год, потому что я, честно говоря, со стороны, допустим, стримера... Ну, Майкер, он по Варкрафту в основном, я думаю, что если там за базар, за Варкрафта его спросить, то, типа, ну, например, вот китайская сцена, вот Майкер выживет еще два года, то он, наверное, ответит на этот вопрос. Но я волнуюсь за нашу, на самом деле, региональную сцену Старкрафта в ближайшее время, потому что вот игроки Милки Коу, Янг Яков, они молодые, но мы почему-то пришли к такой вот метке возрастной, что моложе не появляется, и это очень... То есть вы следите за детьми? Черт. Но, то есть они молодые, можно говорить, что они молодые таланты и так далее, но такое ощущение, что мы остановились вот в этом возрасте, на самом деле. Ты помнишь, в принципе, еще когда там и Варкрафты, и первый Старкрафт, то есть люди там доигрывали до 25, а вот в этот момент уже какой-то 16-летний появляется герой, который начинает играть, а вот сейчас 16-летних у нас не появляется. И мы придем просто к тому, что на самом деле, при всем уважении к игрокам, в следующий чемпионат России мы сыграем вот тем же составом. Это нормально, добро пожаловать в 3-й Варкрафт. Новые игроки не появляются, потому что вот мы вышли, мы релизнили игру, один эдон, второй эдон, и вот там были самые большие вливания по аудитории. И именно тогда появились в большинстве случаев игроки, которым сейчас 19 лет. Дальше будет просто взрослеть та сцена. Если будут турниры, вот как с китайской, с корейской сценой, мы видим там в 36 лет Мун играет, Лин играет в 36, и весь топ там 30+. Появляются два китайских щегла, ну как появляются, им все равно нужно 6 лет для того, чтобы дойти до топа. Но это по сути все. Да, это у них настолько хорошая конкуренция благодаря турнирам, что уровень все равно постоянно растет, но по сравнению, ну если бы еще какие-то итерации были с новой аудиторией, то да. К сожалению, добро пожаловать в новую реальность стратегии. Это вот тяжелые игры, которые были выпущены давно, и обновлений не будет. Слушай, ну тут еще, понимаешь, мы даже вот сейчас идеальная почва для того, чтобы играть, потому что, ну, во-первых, есть огромный плюс сейчас игры, это в том, что тебе везде платят деньги. Потому что раньше, как ты помнишь, ты мог сыграть на 10 турнирах, а заплатят тебе на 5 турнирах по итогу. А на 5 тебя заблокируют, как бы, и все, забудь. Сейчас тебе платят на всех турнирах. Я не уверен, что на самом деле сейчас, играя в РТС, можно, наверное, сказать, что я не буду учиться и буду зарабатывать себе старкрафтом. Это можно сделать. У нас компьютерный спорт – это официальный вид спорта. И это можно сделать, можно стать киберспортсменом сейчас, да, но, наверное, не в РТС. Но моя маленькая задача заключается в том, чтобы, наверное, это было возможным. Потому что, ну, я, например, могу себя обеспечить, естественно, на жизнь, типа, работая комбинатом астрокрафта, работая в 3D-клане, организовывая турниры. Как турнирный оператор я могу обеспечить себя на жизнь, типа, и даже, наверное, свою семью, ну, более-менее. Игрок сейчас, вот даже Яков, да, выиграл свои деньги. И неизвестно, когда он после этого выигрыша сможет заработать еще. Неудобно, он рядышком сидит. А он сам сказал, что хочет послушать. Типа, это его личное желание, он взрослый парень, типа, вот. Я привел пример на Якове, типа, сейчас он просто неизвестно, когда он выиграет еще таких денег. Либо ему сидеть, ждать следующего года. Там по наклонной пойдет. Да, и ты прав абсолютно. Скорее всего, либо в Доту. Но я не удивлюсь, то есть, не удивлюсь тому, что мы когда-нибудь, там, допустим, призовой 250 будет, ну, 500 тысяч, а, ну, просто в следующий год наступает, и призовой 400 тысяч, например, будет в РТС. Вот этому я... А где-нибудь в Доте или в КСН, это 100 тысяч больше станет призовой. Вот этому я тоже не удивляюсь. Поэтому, играя сейчас в РТС, немножко страшно просто, наверное, игрокам. Все учатся, работают все равно. Все правильно, все правильно. Да, согласен, согласен. Спасибо тебе большое за интервью. Напоследок пару слов экспертам, которых ты успел в самом начале пропесочить, конечно, прекрасно. Ну, давай, пытайся. Слушайте, ребят, я не буду на этом интервью рекламировать наши другие каналы. Я скажу, что, вот, я скажу, что, наверное, 3D-клан, возможно, вы слышали, смотрит StarCraft. Но, если вы смотрите на Good Game, пожалуйста, пройдите на наш канал на Good Game. Это слэш, ченнел, слэш. Можно без ченнел, кстати. Реально? Да. Моя... Вот, там даже еще человек удивился, типа, что? Я пойду даже расскажу, сейчас всем, говорю, Дань, ты знал? Вот там ченнел больше писать нельзя. И он за камерой такой, что? Можно писать, но не обязательно. Но не обязательно. В общем, пройдите, пожалуйста, нас на слэш 3D-клан. Потому что, если вы подпишетесь, нам будет реальный стимул там работать. Ну, реально, во-первых, донатить удобно. Потому что, вы понимаете, я, типа, ну, желательно не просто так это все буду делать. Вот. Поэтому подпишитесь и помните, что каждый турнир, который мы показываем, он идет и на Good Game тоже. Очень правильная позиция. Да, спасибо тебе большое за честное интервью. Отличное интервью. Спасибо. Спасибо.